Проверь непрофессионалы и дилетанты. Ко мне обратились игроки команды Бизон, команды ЛФРМ. В красной форме выступает Бизон. С просьбой разобрать их игру очень просили ребятам. В целях повышения качества футбола я решил пойти навстречу. Играет Бизон с толпеда. Толпеда в бело-черной форме, как в старые времена толпедовская. Ну и собственно, давайте, раз Бизон просит разобрать их ошибки, давайте их ошибки мы с вами сейчас и будем сотрейдить. Итак, давайте посмотрим на то, как Бизон переходит из обороны в атаку. Защитник. Вот стоп. Верни назад. Уже, да? Зачем делать этот заброс? Зачем делать этот заброс? Заброс? Заброс, да? Вперед там делается в каких случаях? Либо, если у вас там есть футболист, да? Который может побороться головой вверху. Обычно это форвард, да? Обычно это форвард. Но пас здесь пошел явно не на форварда, а на крайнего полузащитника, который, как правило, низкорослый коротышка, который должен внизу всех обыгрывать, да? Ну вот. То есть уже здесь ошибка. Ну ты выходи через короткий пас, вот Бирюзовому отдай. Че ты? Зачем отдавать дальнюю передачу? В этом смысле, да? Бизон сейчас просто мяч сопернику отдал. Потому что вот при таком пасе, да? В никуда. Смотри, во-первых, он позицию проигрывает полностью. Во-вторых, он просто маленького роста. Че на него играть верхом? Это же ошибка! Не надо, ну ни в коем случае не надо до такого доходить, да? Если уж выходить из обороны, то через короткий пас в таком случае. Либо на форварда забрасывать туда, понимаешь? Вот. А здесь получилось так, что заброс непонятно куда, непонятно кому. Мяч в итоге, видишь, прокакали. Вот на пустом месте прокакали мяч, отдали соперника. Потому что мы сами, ну, знаешь, это еще можно делать, когда ты ведешь счеты, да? И чтобы не ошибиться, не обрезаться, так сыграл. Хотя тут, получается, Саты, они уже атаку к своим воротам привезли. Ёлки-палки. Вот представляешь, да? Это не контратака получилась. Это получилась атака, которую они сами себе привезли, не точно разыграв штрафной. Хотя давай, Саты. Вот, Саты. Че делает торпеда? Пас вегазу. Да, они в косашку двигают мяч. В принципе, здесь торпеда очень хорошо эту атаку развивает, да? Саты. Все очень быстро делают. Одно-два касания, да, и все. Тут уже ничего не сделаешь. Тут нужно просто изначально грамотно располагаться, да? Вот, видишь, Саты. Раз. Сейчас, ну, защита, пока здесь еще нет претензий, да? Ну, вот здесь они, они, видишь, они в касании играют. Играют в касании. Когда в касании играют, все, пиши пропало, да? Ну, здесь что надо было делать? Кому-то надо было на него выдвигаться, а оранжевый должен был идти с этим. То есть здесь уже, уже ни в коем случае нельзя, ну, он за ним и бежал. Но тут, видишь, как настолько графу Дэйву никто не помешал, что этот пас проходит здорово. И ракета. Вот это гол. Вот это ракета, понимаешь? Только молиться остается вратарю Бизона. Хотя тут они все молятся. Но, видишь, как это... Ну, это атака образцовая, да? Тут и вратарь не выручил, и защитник не успел помешать. Ну, хотя... Хотя не сказать, что это вот момент прямо 100% голевой. Нет, не голевой, но ракета здорово исполнил удар. Но тут и комбинация перед этим у торпеда была очень хорошая. Поэтому... Ну, ошибка Бизона, да, в том, что прессинга было недостаточно. Это раз. Второе. Но они, видимо, стали... Чего это такое? Это черный прямоугольник Малевича, что ли? Я не знаю. Нет, я таким искусством не интересуюсь. Вот. И то, что я вижу, да, это... Вот смотри, вот опять стоп. Вот опять. Игроки Бизона, они нажимают на кнопку пас, но они не знают, кому они будут давать. Вот опять, да, смотри. Вроде бы, вроде бы мяч... Да что ты делаешь? Вот. Смотрим, да? Вроде бы мяч перехватили Денниса Локен, да? А, и чё? И чё? Ну, куда? Куда ты даёшь-то пас? Ну, куда? Ну, ты же видишь, что там соперник находится, он эту зону перекрывает. Уже туда пас не надо давать. Пас можно дать сюда, да, например. Но он даёт, видишь, вперёд. Ну, что ты будешь делать? Это вот... Вот это вот... Вот это вот ошибка. Вот опять штрафной, да? Штрафной. У Бизона. Опять они заряжают вперёд. Ну, чё вы туда заряжаете? Вы опять контратаку можете получить, если так будете заряжать. Ну, вы хоть, там, не знаю, высокого игрока туда отправьте, который будет выигрывать эти единоборства. А вы забрасывайте, а забрасывать там не на кого. Это же не заброс, а не заброс. Вот сейчас атака могла бы быть интересной, но игрок долго разворачивался. И в результате шанс упущен. Но, правда, будет ещё угловой. Обычно как? Так, на дальнюю штангу сейчас вешают с перебросом на ближний. Ну, это есть мастер игры головой. Ну, здесь, видишь, опять-таки проигранно-верховое единоборство. Не умеете играть головой, не вешайте, разыграйте. Я же вижу, что игроки Бизона наверху проигрывают всё. То есть, пока что нет мастерства, нет умения игры головой. Это тоже надо уметь. Где, когда прыгнуть, когда... Вот, ёлки-палки. Денни Сорокин. Вот сейчас опять неправильное решение принимает. Опять. Ну, вот смотри, да? Вот. В такой ситуации, что делать? Ну, не торопись ты давать сюда. Потому что ты на соперника-то сотри. Он бежит перехватывать этот мяч. Что надо делать? Спину поставить? Посмотреть? Тебя-то он не атакует. Смотри, он именно на перехват шёл. Так что ты придержи мяч. Вот у тебя партнёр. Ему отдай. Совершенно нет у Бизона командного взаимодействия. Ну, совершенно. Они друг друга не чувствуют. Они не видят эти варианты. Понимаешь? Как надо сыграть? Ну, остановись. Придержи мяч. Понимаешь? Потом, потом уже принимай решение. Потому что здесь, здесь, когда соперник тебя плотным прессингом не накрывает, а торпеда не накрывает. Обратите внимание, сколько постанствовало вокруг Дениса Горокина. Вокруг него тут можно на грузовике ездить. Понимаешь? И нормально будет. Ну, он торопится. Принимает неверное решение. И в результате нарывается Бизон на контратаку. На контратаку торпеда. Да? Ну, контратака переросла в позиционку. Но здесь, смотри. Удар головой. Вот опять. Да? Видишь? Насколько опасно играет торпеда. Вот это навес был действительно угрожающий. Там защитник успел в этой ситуации. Но навес сам по себе был угрожающим. Поэтому тут все могло случиться. Еще один аут и гол. Прицепт 2-0. Ну, я уже говорю. Играть головой нужно уметь. Да? Торпеда умеет играть гол. Бизон не умеет. Поэтому Бизон. Налаживай игру. Налаживай игру ногами. Да? Внизу играй. Катай. Вот как сейчас. Да? Ну, только на чужой половине поля надо так играть. Про верх вообще забудьте. Если вы не умеете играть верхом. Я в атаке говорил. Да? Ну, в защите вам придется учиться нейтрализовывать этих форвардов. Да? Но в атаке мяч совершенно не доходит до нападения. Это видно. Не хватает мастерства и принятия решений игрокам. Бизона. Да, сейчас еще пенальти могли бы заработать. Но обошлось. Обошлось. Еще и угловой удар. Ну, я тут угловой специально не разбил. Вот опять. Видишь? Та же самая ошибка. Они головой все проигрывают. И играют верхом. Ты представляешь? Что? Бизон. Бизон. Да? Ко всей команде обращаюсь. Ребята. Вы забудьте про навесы. Забудьте про игру верхом. Про выносы про эти. Забудьте. Вы не умеете играть верхом. Вас соперник вверху переигрывает. Опустите мяч вниз. Играйте низом. Не надо верхом. Опять верхом. Слушай. Ну, они сдурили. Первый. Первая. Четкие палки. Ну, они низом-то не умеют. Че тут гать. Сейчас давай разбирать прямо ситуацию. Конкретную. Да? Ну, если они мяч у торпеда перехватят. Пока торпеда на голову выше выглядит. То, что счет 2-0, это еще повезло. Потому, что там были шансы. Ну, вот смотри, как торпеда играет. Да? Они друг друга видят. И они командно перемещаются. То есть, игрок с мячом, он уже знает. Он будет давать этому. А этот уже сейчас знает. Кому он будет давать потом. Видимо, вот этому. Который за спину забежит. Смотри. Ну, здесь защитник обкакался оранжевый. И вот опять был момент очень серьезный у ворот Бизона. Повезло, что там не дотянулся фурат. Ну, вы же понимаете, да? Что практически каждая атака торпеда заканчивается опасным моментом. Потому, что в обороне нет игры. Ну, а как играть в обороне, да? Вот так вот играть, правильно? Умеют же отбирать. Умеют. Ну, только... Ох, елки-палки. Торпеда играет за счет высокого прессинга. И эти опять выносят вперед. Ну, что вы вперед выносите? Понимаешь? Вот, стоп. Верни назад, да? Верни назад. Вот вы вынесли мяч вперед, да? И у вас там один форвард. Рус МР. Ну, так помогите ему! Где? Кому он скинуть должен мяч? Что вы делаете? Ужас какой. Какой кошмар. Ну, так не... Если у вас есть столб, да? Если у вас есть столб в нападении, на которого вы забрасываете, да? Ну, кто-нибудь при счете 0-2 уж должен бегать впереди с ним? Чтобы он ему сбрасывал мячи. Смотри, он один играет. Но он, естественно, он сбросил, а сбрасывать некому. То есть поддержка от партнеров нулевая вообще. И тут говорить-то не о чем. Вот сейчас... Вот сейчас стоп. Яркий пример. Защитники друг другу помешали. Не смогли бяч придять. Дальше смотрим. Стоп. Вот сейчас классно сыграл хаос. Да? Но, опять же, хаос. Сейчас отдал пас. Должен тут же забегать за спину защитнику. Вот тут же должен забегать. Что он делает? А он стоит. Ну вот. Вот что делать в такой ситуации? В итоге сейчас у игрока, который мяч принял, да? У него вариантов нет. Кому отдавать? Чего делать? Только ставить спину и назад. Больше нет вариантов. Потому что пас наруса перекрывается. Пас сюда перекрывается. Только разворачиваться и давать назад. Потому что этот педа очень грамотно все зоны перекрывает. Ну вот. Но он правильно сделал, в принципе, отпасовал назад. Но тут другого варианта нет. Другого варианта нет. Нужно, значит, дальше развивать, да? Мигель отдает на фланг. Мы там не видим. Идет пас. Дальше смотрим. Ну вот, видишь, да? Торпеда высоким прессингом. Высокий прессинг только за счет игры в касание. Проходится быстро, да? И оставляет соперников неудел. Но если ты будешь так долго чеканить мяч, да? То, ну, видишь, очень долго. Очень долго. Тут нужно в касание действовать. Игроки Бизона, к сожалению, этого не делают. Они, видишь, вот мы очень долго действуем. Держат мяч. Не надо держать. Надо быстро. Пас, пас, пас. Перемещения все идут без мяча. Понимаешь? Без мяча. Вот, вот, вот. Сейчас хорошо. В касашку. И дальше, и дальше запускай его. Нет этого. Понимаешь? Он промедлил. Он отдал еще и пас в ноги ему. Понимаешь? Да? Ну тогда сейчас, знаешь, если ты фона удаешь в ноги, да, в ноги, то кто-то должен открываться, забегать на ход. Потому что иначе атака тормозится. Здесь пол этот уже не успевает, да. Только если перевод делать туда, ну тут защитник успеет подстраховать. Так что торпеда сейчас очень грамотно обороняется 8 человек. Вот. Поэтому здесь, ну что делать? Только спину ставить и надеяться, да. Ну в результате вот, потеря до штрафной. Но, видишь как? То есть по первому тайму у Бизона вообще пока ни одного шанса не было. С чем это связано? С тем, что командная игра не построена. Ни в атаке, ни в обороне. Торпеда при этом очень, очень спокойно играет. И в обороне за счет высокого прессинга они выдавливают соперников, да. Вот. Здесь, ну, видишь, это все в пользу торпеда. Каждый момент, каждый момент он идет в пользу торпеда сейчас. И то, что у Бизона просветов в игре абсолютно точно не видно по первому тайму. Они, они не знают, что такое быстрая игра. Они пасуют. Вот, видишь, три касания делают. Вот этот финт. Вот зачем был этот финт? Что это было? Бесков? Бесков, вот этого, а не скотом, а бы уже выгнал из команды бы за это. Что это за пизжонство? Что ты тут ножками своими делаешь, как в балете? Понимаешь? Ты отдай простой пас лучше, вот туда, оранжевому. Что ты делаешь-то? Какие-то финты. Ой, знаешь, за финты надо вообще из команды выгонять. Потому что кто финтит, да, и не умеет это делать, это враг команды, понимаешь? Это вот выросли, понимаешь, на роликах про Зидана, вот это все, где Зидан финты делает в сторону своих ворот, понимаешь? И вот они думают, как круто, понимаешь? Ну только Зидан, только Зидан эти финты делает при счете 3-0 в пользу своей команды, да? Когда уже там не надо голы забивать. Вот. А вам надо забивать. Поэтому тут финты, это ваши враги. Сначала по-простому играйте, да? Как говорится, забейте что-нибудь. Потом уже, когда будете удерживать, там можно какие-то финты использовать, да, чтобы время потянуть. Финт это затяжка времени. Есть, конечно, эффективные финты, да, когда ты за их счет соперников проходишь и к воротам продвигаешься. А есть вот такие вот финты, понимаешь, бесполезные. И если ты их не умеешь использовать, забудь про их существование. Не надо их использовать. Ну вот закончился первый таймс, а ты, по пасам, торпеда на четверку играет, Бизон на тройку. Но у Бизона, у Бизона ни одного удара в створ. Ну что, в чем ошибка? В том, что не умеете играть, понимаешь? И в том, что, в том, что здесь вопрос ведь не в том, что там один игрок что-то не делает, да? Вся команда не делает. Вся команда не делает. Тут нельзя кого-то конкретно винить. Просто ребята не открываются. Они не знают, что такое коллективное нападение. Взаимодействовать в нападении не могут. Вот второй тайм, мы уже смотрим, да, Бизон в атаке. Хаос. Отдает назад, да? Ну, видимо, что больше игроков пододвинулось вперед. Вот сейчас, вот здесь, видно уже сразу несколько ошибок. Во-первых, вот почему два игрока находятся в одной точке? Но они не должны быть в одной точке. Вы должны соперникам усложнять задачу. Вы должны разбегаться. Вы должны растягивать плотную линию обороны соперника, понимаешь? Торпеда очень плотно играет в защите, понимаешь? А вы ему прощаете задачу. Сразу два игрока в одной точке. Вот эти варианта отдать пас практически нет. Ну, вот он исхитрился. Хаос, да? Прошел, отдал. Все. Ну, дальше смотри. Как они располагаются? Ну, что это за буква Т? То есть, они двигаются предсказуемо. Это раз. Второе. Ну, разбегитесь по флангам. Чего вы все в центр сбиваетесь? Либо защитники тогда крайние должны уже вот здесь вот быть где-то, понимаешь? То есть, командного взаимодействия нет вообще. Если вы проигрываете, крайние защитники уже должны быть здесь, как еще одни атакующие. Если вы играете с инсайдами, да? Если у вас крайки там, хаос вот и зеленый смещаются в центр. Если они смещаются в центр, то защитники крайние должны вот сюда забегать. Растягивать оборону, а вы упрощаете задачу торпеда. Понимаешь? Вот. Вы в кучку сбились здесь в центр. А им того и надо, понимаешь? Чтобы вы в кучке находились. Рус сейчас промедлил. Надо было пас сразу давать на зеленого. Он что-то ждал и в итоге пробил. Ну, непонятно вообще, что сделал. Ну, вот, пожалуйста. Вот она ошибка на ровном месте. То есть, таких ошибок, таких ошибок полно. Вот опять, да? Смотри. Они, они вообще друг другу не помогают. В атаке друг другу не помогают. И торпеда, смотри, в три паса уже, уже перешли, уже перешли центр. Вот так и надо играть. Потому что они открываются друг по другу, видишь? А вы за ними как собачки бегаете. Вот так. И что сейчас могли забить? Понимаешь? То есть, защитники не понимают, что от них надо. Они постоянно перемещаются. Ну, вот сейчас впервые нормальный отбор. Но тут же, правда, потеря. Потому что, опять же, нет выхода из обороны в атаку вообще. Почему его нет? Потому что нет взаимодействия. Сейчас вот элементарно объясню. Будет следующая атака. Давай смотреть. Вот. Вот выброс. Элементарный элемент. Выброс из-за боковой. Он не может его сделать. Он не может своему выбросить. Понимаешь? Вот так вот. Что тут дальше разбирать? Я вообще не понимаю. Если вы не можете друг другу мяч выбросить. Это... И сейчас опять прощает торпеда. Тут уже счет 6-0 должен быть. У торпеда с реализацией проблемы. Вот так бы оно и было. Вот опять, да? Вот смотрим. Ну и на кого ты скидываешь головой? Ну на кого? Там не было твоих партнеров. Они даже мячом овладеть не могут. Вот сейчас овладели, да? Хорошо. Ну вот, получил мяч. Что надо делать? Остановись. Отдай коричневому. Забеги. Самая простая схема. Пас. Забегание. Пас. Это... Ну... Все, что я могу посоветовать на тренировке отрабатывать. Да? Остановился. Пас. Ну не забежал. Ну что ты стоял-то после паса? Что ты смотрел? Дойдет, не дойдет. Ты уже вот здесь вот должен быть. За спиной у защитника. Понимаешь? Вот. Чтобы тебе пас пошел на ход. А он стоит. Понимаешь? Ну если ты стоишь, да? Тогда защитник тебя должен поддержать. И уже здесь быть. Понимаешь? А он там сзади ходит, трьется. Ну вот это простейший выход. В результате Денни Сорокин тоже только поперек давать сейчас. Или назад. А вперед давать некому. Что он сделает? Назад дал. Ну правильно. Он не рискует. А что ему делать? Иначе мяч потеряется. Ну хорошо. Тогда медленный выход из обороны надо делать. Тихонько идешь. Ждешь пока соперник к тебе подбирается. Даешь открывшемуся партнеру. Что делает? Барт Бай. Ну вот зачем? Ну сейчас-то пас надо было дать. Но все игроки попрятались. Заметьте. Все закрыты. Куда вы все убежали, когда не надо? Что ему делать? Вот так. Он только так и отдает. В результате скорость на атаке теряется. Но здесь хоть забегание есть. Можно заброс сразу сделать на него. Но нет. Вместо этого мы конечно заброс делать не будем. Мы будем топтаться в центре. То есть видишь, вариантов нет. Впереди вариантов нет. Игроки торпеда очень грамотно стоят так, что перекрывают все варианты спереди. Все, что остается, это давать назад. Понимаешь? Вот так вот они яйца и катают. Вот видишь, назад, 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 назад. А любой пас вперед это потеря. Практически любой. Вот. Ну вот, видишь, вот что это? Это игра в футбол? Нет, это не игра в футбол. Без открываний, без агрессивных проходов не будет обостреть. Ну что это? Вот что это было все? Ну что? Зачем? Кому это был пас? Ужас какой. Ну это просто ужас. Я много раз уже говорил об этом. Ну если команда проигрывает, то так играть нельзя. Да так вообще никогда играть нельзя. Вот сейчас момент. Вентикс 83. Что в этой ситуации можно сделать? Ну здесь, опять же, нет поддержки с фланга. Опаздывает хаос. Он уже здесь должен быть. Почему он там? Очень далеко. Единственный вариант сейчас у Вентикса, это пас вот голубому. Да? А голубой дает забегающему футбол. Это единственный вариант. Но Вентикс решил сам в обыгрыш пойти. Уже, по сути, да, здесь можно, конечно, спину поставить и выдать на хаоса. Это вариант. Да? Но он отдает сопернику. Потому что торпеда, да, они вот эти вот меры первого порядка, то есть наиболее очевидные решения, они их уже перекрывают. То есть это не нужно быть семи пядей во лбу, да, чтобы вот эти передачи прерывать. В итоге, смотрите, у торпеда игрока никто не атакует. Он может спокойно двигаться. Он и двигается, и дает пас. Ну, правда, в сайт, но все равно видно, что нет серьезного прессинга, нет давления на игроков торпеда. Вот эти вот пасы, это единственное, что получается. Вот это как сборная России. Вот Бизон, это сборная России. Березуцкий, Игнашевич, Инакинфеева, которые обычно выносят, да, но сейчас даже у него уже сил нет выносить. Вот. Как атака развивается? Как попало она развивается? Назад поперек пасы, ошибки, даже поперек уже дать не можем, да. Ну вот. Но, видишь, тут разбор, разбор, да, он подразумевает наличие хоть каких-то позитивных действий. Да, вот сейчас неплохо атака по флангу идет, но, видишь, она затормозилась. Верни назад, Леха. Сейчас разберем. Вот смотри, ну не хватило уровня принятия решения. Вот здесь, вот здесь правильно идет пас, но он слабенький. Он должен был сильнее давать. Ну хорошо, дали тебе спину поставил, спину поставил, да, и катнул этому. Ну, видишь, он спину не поставил, он так сразу куда попало дал. Ну здесь, либо, ну вот здесь вот можно попробовать финт применить, понимаешь, за счет дриблинга пройти. Если игрок более-менее мастеровитый, здесь финт будет оправдан. Ты, во-первых, можешь пройти, а во-вторых, можешь на пенальти поймать соперника, да. Вот там, видишь, ошибка. Дальше, смотри. Стоп, верни назад еще. Ужас. Вот торпеда в подобных ситуациях молниеносно контратакует. Что делает Бизон? Вот потеря мяча. Считаем секунды. На 24-31 Дэнни Сорокин мяч перехватил. Представляешь? И он только на 34-й секунде отдал пас. Это две секунды, это кошмар. Это за это время уже все толпедовцы успели вернуться. Очень долго. Принятие решений очень слабое. Вот опять, смотри. Ну, тут в касание раз, два, три, все. Это, значит, это как комбинация на шахматной доске. Смотри, они провалились в обороне. Вот. Вот один игрок стоит. Ему нужно в два касания перевести сейчас мяч. Ну, он почему-то убежал, смотри, с той позиции, где он был. Елки-палки. Ну, заброс тогда сюда надо сделать. А он пас отдает с этого. Елки-палки. Я говорю, люди не видят поле, неверно принимают решения. Ну, тут какие тут вопросы? Вот в этом и вопросы. В том, что не хватает игрового интеллекта, да, уровня взаимодействия. Да надо на тренировках отрабатывать все это. Ну, еще мяч, правильно, зачем он нам? Повезло, что здесь вратарь успел сыграть, да. Ну, видишь, кошмар. Ну, я рекомендую, я рекомендую работать, работать в упражнении на пасы, на открывание, пас открывание, пас открывание. Это вообще у бизона нет. Они не знают, как открываться, не в те зоны открываются. Открываться, открываться, я вам сразу скажу, куда надо. Открываться надо в зоны между центральными и крайними защитниками. Вот эти зоны, они наиболее уязвимы. Вот, и в них нужно постоянно, чтобы игроки открывались. Здесь вообще никаких открываний нет, никаких забеганий нет. Один форвард ходит там печально и медленно, да. И без поддержки, без какой-либо. Он там ходит, ходит и чего. Естественно, у него момента не будет, если так это будет продолжаться. Нужна поддержка, нужно линию обороны растягивать. Видишь, а тут некому даже забегать. Некому забегать. Вот сейчас, да, смотри. Вот даже здесь. Игроки торпеда всех накрывают. Нужно как-то через центр играть, активнее хаффбеков заигрывать. Вот, вот. И пас! И вот сюда пас в касание! На скорости! На ход! Тем более, видишь, эти защитники уже отрежутся. Они ошиблись. Они бегут. Один пас нужен. Он его не дает, понимаешь? Вот она ошибка! Асука Тома, асука Тома, да, с позиции плеймейкера надо убирать. Потому что он эти функции выполнять не может. Ну, тут явная, явная просто возможность для того, чтобы создать выход один на один. Он ее не делает. Он отдает пас никуда. Ну, вот здесь тоже можно. Еще можно покатить сюда на ход. Соперник-то провалился. Что делает? А он, а он поперек. Ужас! Ужас! Вот с такой игрой на что вы рассчитываете? У торпеда тоже есть, видишь, ошибки в обороне. Но их надо использовать. Надо пас давать. Откуда надо. Они поперек дают, вместо того, чтобы обостряющую давать. Ну, что вы хотите? А здесь они даже забить не смогли. Ну, правильно, потому что там уже защитники вернулись. Там уже момент упущен. Вот. Момент был, где... Где ваш плеймейкер не дал пас. Понимаете? Вот. А там надо было его давать. Не было возможности для паса. Ну, и в результате... Вернее, возможность была, но не был он отдан за пас. А потом тоже поперек отдали. Ну, вот. Конечно, если так играть, шансов на победу будет мало. При этом... При этом... При этом... Торпеда еще не забила все свои шансы. Да? Ну, вот сейчас под конец какое-то движение пошло, да, у игроков. Но обратите внимание, потому что у игроков торпеда всегда есть вариант, куда отдать. Всегда есть вариант. Они всегда, пусть иногда не точно играют, но, по крайней мере, по мысли, они очень грамотно. Видишь? Не в пустое место пас идет, а всегда на партнера. И всегда есть открытый партнер. Почему так? Во-первых, потому что слабо играет защита Бизона, да? И она самые очевидные варианты не нейтрализует. Во-вторых, просто потому что игроки по-умному действуют. Ну, более умные, чем игроки Бизона. Игроки Бизона не знают, что такое забегание, что такое открывание. Они вот, видишь, с мячом возятся, пасы не отдают. Вот опять, да, сколько касаний нужно? Четыре касания сделал защитник перед тем, как пас отдать. Вот здесь, вот, правильно, наконец-то. Пас прошел правильный. Ну и навес. Видишь, вот навес идет на низкого. Почему на низкого? Что он там делает? Там форвард должен играть в штрафной. А если там форвард не играет, ну, что туда навешивать? Постреливать тогда надо. Я не знаю. Вот. Ну, а так, по матчу, конечно, заметное преимущество. Торпеда, Бизон, два удара, один створ. Ну, с такими показателями, конечно, матчи не выгодят. Хотя у них, видишь, до процента брака стал гораздо ниже. Но мы видели эти пасы, да, между защитниками. Так что на них смотреть особо не стоит. Вот завершенные пасы, да, смотри. Деннис Сорокин, 26 пасов, да. 26 пасов. 20 пасов у Барта. Крайний защитник. Много технико-тактических действий делает. Вместе с тем, вместе с тем, здесь, ну, Винтикс вроде активно участвует в игре, да. Но тоже там Винтикс получил, например, отдал на Сорокина. Сорокин на Бата. И вот так вот они этим флангом, вот этой частью активничают. Но в результате, в результате, игра-то страдает. Потому что команда должна не просто эти технико-тактические действия делать с маленьким процентом брака. Тут брак у всех большой. И у Скотома, и у Сорокина. У них вообще брака большого быть не должно. Вот как у Винтикса у них должен быть процент брака. Ну, и это, это, потому что они еще поперек играют. Если бы они еще играли вперед, у них был бы процент брака там под 60, мне кажется. Вот. Уровень пасов, конечно, очень слабый. И это не, я не придираюсь. Нет хороших забеганий, нет моментов под эти забегания, да. Хотя в концовке матча там было несколько интересных вариантов. Но их не видели. Их просто не видели. Ну, так вообще. Мне, в принципе, кажется, что если эти игроки, я не знаю, насколько давно они вместе играют, да. Но если они потренируются, если они постараются, будут работать именно над своевременным применением этих технико-тактических приемов. Таких как пас, пас на ход, да. То все будет в порядке. Нужно только поработать. Потренироваться. Именно играть не на результат, да, матч какой-нибудь сейчас. Вот собраться в профи, да. А именно на отработку открываний. То есть, то есть. Например. Например, да. Вот получает мяч бат. Да, что он должен делать? Под него уже на фланг должен забежать вот этот сничай, да. И Сорокин должен открыться под простой пас. Да, чтобы было два варианта как минимум должно быть у игрока. Еще Бесков говорит, что не надо сопернику упрощать жизнь. Нужно максимальное количество вариантов оставлять. Но при этом, еще до того, как ты получишь мяч, ты уже должен знать. Ага, отдам я, например, этому, да, сразу. Но смотри, чего еще не хватает Бизона? Подключение крайних защитников. Сейчас уже современный футбол предполагает, что вот эти вот игроки, они активно участвуют в атаке. Я этих подключений не видел. В результате у них один форвард стоял. Да, он всего, видишь, успешной обводки. Два из двух. То есть, он вообще без мяча играл. Ну, форвард, в принципе, он и не должен особо с мячом находиться. Он должен завершать. Но для того, чтобы он завершал, его должны обеспечивать моментами, вот, ближайшее его окружение, да. И защитники крайние тоже должны его обслуживать передачами. Тут передач не было. Так что к форварду можно предъявлять претензии, когда он смертно не забивает. А когда ему таких моментов не создают, ну, извините. Ну, тут, конечно, в этом смысле у Бизона большие проблемы. Ну, оборона. Хорошей обороны ни у кого нет, да. Ну, надо играть построже. Если вы, если вы видите, да, что торпеда мельчит с передачами, да, то надо накрывать, стараться прессингом, да, прессингом. Нужно очевидные варианты отсекать, кому пас пойдет, да, перекрывать свободные зоны. Стараться создать непроходимую зону, чтобы они за счет короткого паса не могли проходить. То есть, например, опуститься вот эта вот вся группа, да, она опускается ниже. Она опускается ниже и создает непроницаемую зону, да, чтобы соперник уже не короткими пасами играл, а как-то по-другому. Это раз. Второе. Игра головой очень слабо поставлена у центральных защитников, прежде всего Бизона. Несколько моментов было, когда они позволяли бить, это недопустимо. Вот. Ну, в общем, я фронт работы расписал, да, над чем надо, в первую очередь, думать. И я надеюсь, что команда воспользуется этим советом, будет над собой работать. Всем большое спасибо за просмотр, удачи, пока и всего хорошего.